Всем привет! С вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчат, наконец-таки настало время моих самых любимых видео. Это фавориты года. Самые первые фавориты будут, естественно, белорусская косметика. И это видео я решила разделить на две части. В первой части у нас с вами будет любимейший белорусский уход. И во второй части будет декоративная косметика. Потому что, вы знаете, я уже на самом деле эксперт среди белорусской продукции. И могу вам порекомендовать только то, что на самом деле круто работает. В этой коробочке только те продукты, которыми я на постоянной основе пользуюсь. Сама не просто, знаете, взяла что-то, потестировала, сложила свое мнение, рассказала и все. Нет, всеми этими средствами я постоянно пользуюсь. И здесь уже не просто первоначальное впечатление, а реально полно сложившееся мнение. Кто-то любит снимать видео о фаворитах вообще там в январе. Кто-то там под самый конец года, 31-го чуть ли числа выпускает. Я постараюсь снять вам видео о фаворитах пораньше и быстрее. Если вы собираете кому-то подарок, все эти средства реально очень крутые. Вы будете четко знать, что нужно купить и что подарить. Либо, если вы не знаете, куда подратить ваши подарочные деньги, у вас уже будут классные рекомендации. И давайте приступать. Первым делом я хочу показать вам, конечно же, самые классные белорусские супер бюджетные пилинги. У меня здесь пилинг гликолевый. Это профессиональная линейка от Белиты. Я использовала, они есть миндальный, лакта и гликолевый. Я уже не раз вам рассказывала о том, что миндальный это самая универсальная кислота. Она, в принципе, подходит многим. Лактокислота у нее также крупная молекула. Это PHA кислота. Ее сейчас выделили в отдельную группу АХА кислота. Она очень мягкая. Лактокислота бережно отшелушивает. Она хорошо подойдет чувствительной, сухой коже, если у вас есть купероз, допустим. И гликолевая кислота. У гликолевой кислоты молекула в 8 раз меньше, чем, допустим, у миндальной. И еще меньше, чем у лактокислоты. Именно поэтому гликолевая кислота, она самая активная и агрессивная. Она проникает глубоко в дерму и быстрее отшелушивает. Такая кислота будет круто работать на пигментацию, осветлять кожу, придавать сияние, естественно, анти-эйдж эффект и лифтинг. Если у вас грубая возрастная кожа, то однозначно можете обращать именно на гликолевый. Эти пилинги, они не такие супер агрессивные, чтобы их нельзя было посоветовать для применения в домашних условиях. Единственное, но вы обязательно должны с этими пилингами делать нейтрализатор. Его можно сделать в домашних условиях, либо в этой же линейке также купить. Кстати, у меня частенько спрашивают по поводу того, как приобретаете. У кого-то в магазинах спрашивают удостоверение косметолога. Не во всех магазинах спрашивают удостоверение косметолога. Я покупала уже, наверное, в трех или в четырех, и никогда у меня его не спрашивали. Далее у меня здесь мои любимые тоники-лосьоны. Я уже не раз вам рассказывала. У меня вообще было отдельное видео о тониках и лосьонах, где я вам говорила, насколько важен этап тонизирования, о том, что когда вы умываетесь, вы разрушаете ваш PH-баланс, кожа начинает реагировать на это как стресс, активно излишне вырабатывать темы, тем самым у вас расширены поры, черные точки, комедоны, жирный, да, блеск. Когда вы наносите после умывания быстренько тоник, тоник сбалансирует вам PH-баланс, тем самым жир не вырабатывается. Плюс тоник, он на водной основе, он проводит вам все последующие средства, вам проводит глубоко в кожу. Один из моих любимых тоников в последнее время это Белита, энзимный лосьон для лица нано-витализация кожи. Здесь у нас в составе не кислоты, здесь у нас энзимы. Энзимы, в принципе, работают по точно такому же принципу, как и кислоты. Они мягко отшелушивают поверхностный слой кожи. Не сильно агрессивный для тоника, как раз-таки базового, вот такого вот ощущающего, отшелушивающего тоника, хорошо подойдет как на возрастную кожу, так, в принципе, и на молодую. На жирную и на сухую очень универсальная вещь. Но, вот вы знаете, наверное, самый любимый мой кислотный, супер бюджетный за один бакс тоник, это Витекс Идеал Вайтнин, идеальное отбеливание, отбеливающий тоник, пилинг для лица. Здесь у нас несколько кислот, здесь вот у нас на первом месте вода, глицерин, и сразу же на третьем месте у нас лактикацит, молочная кислота. И здесь у нас, по-моему, да, цитрикоцит, и, по-моему, даже гликолик здесь. Здесь ацит тоже была, нет, не вижу, но вот на первом месте сразу же несколько кислот. Комбинация кислот, когда в средстве несколько кислот, они будут обычно работать более активно. Плюс, если эти кислоты на первых местах в составе, значит, высокое содержание, хорошее содержание кислоты, то, что будет на самом деле работать. Идеальный тоник, он отбеливает, на самом деле, постепенно пигментацию, не сильно агрессивно. И содержание кислоты, состав в этом тонике, на самом деле, рабочий. Очень нравится, не пересушивает. У меня кожа куперозная, он не влияет, да, на разрушение сосудов, и никаких шелушений и тому подобного он вам не принесет. Стоит сущие копейки, а работает ничем не хуже. Далее у меня здесь маска. Суперфуд, криомаска для лица, антистресс, артишок и куркума. В летний период эта маска была просто незаменима. У меня уже там осталось совсем чуть-чуть. Да, вид у нее, конечно, такой, мягко говоря, некрасивый, грязно-зеленого оттенка. Но что делает эта маска? Крио, она охлаждает вашу кожу в летний период. Если вы немножко обгорели, если вы перебыли на солнышке, эта маска настолько круто успокаивает кожу. Она тем, что понижает температуру кожи, она успокаивает ее. Кожа напитывается, и на самом деле, то есть, происходит такой антистресс. Но в зимний период я недавно была на улице, слегка обветрилось лицо. И знаете, когда приходишь в тепло, лицо начинает аж гореть. Я нанесла эту маску, и она точно так же отлично справилась с успокоением моей кожи. После нее кожа реально ощущала себя в разы лучше. Далее у меня здесь два самых классных, самых бюджетных гидрофильных бальзама для снятия мейкапа. Я уже вам не раз говорила о том, что жир притягивает жир. И о том, что периодически обязательно нужно удалять макияж с вашего лица именно гидрофильными средствами, маслами. Это могут быть бальзамы, щербеты, жидкое классическое гидрофильное масло, все что угодно, что содержит масло. Только гидрофильный бальзам способен забраться в вашу пору, притянуть вот эти вот силиконы, которые туда забились благодаря вашим базам и тональным средствам, и выделенный себу. И благодаря этим средствам ваша кожа будет дольше оставаться чистенькая, без забитых пор. Классный бальзам от Vitex. Роскошно уходит. Бальзам масла для снятия макияжа с лица, глаз и губ. Девочки, замечательное средство, которое стоит меньше одного доллара, но работает ничем не хуже, чем знаменитые корейские бальзамы. Обалденная вещь, очень классная консистенция, хороший небольшой формат, 75 мл, удобно и брать с собой, и также пользоваться дома. Обожаю это масло, однозначно рекомендую. И второй, в принципе, не смогла выбрать между ними. Это линейка SPA Salon, это, в принципе, недавняя новинка от Belita. Крем-щербет для снятия макияжа SPA Очищение. Тающая текстура. Они очень похожи, отличаются у них ароматые, но это Vitex и Belita, кстати, это два разных, две разные организации. И тоже, он точно так же хорошо растворяет макияж. То же самое приятно пахнет, также хорошая консистенция и текстура, которая растворяет даже водостойкую косметику. Раз уж мы заговорили с вами о линейке SPA Salon, у меня здесь еще два средства. Кстати, мне вот не в фаворитах, а в разочарованиях года будет и одно средство из этой линейки. Поэтому не все мне из нее понравилось. Здесь у меня шампунь, SPA-шампунь для роста волос горчичный. Насчет того, что он увеличивает рост волос, звучит, я не знаю. У меня волосы от витамина сами по себе растут неплохо, да. Но по поводу того, что он... Часто у меня белорусские шампуни вызывают раздражение. Те, кто сталкивался с жирной сибарей и вообще сибарей на коже, прекрасно знают о том, что подобрать бюджетный шампунь очень и очень сложно. Вот этот шампунь мне подходит. Он хорошо очищает кожу головы, одновременно не пересушивает мне кончики. Потому что у меня концы, да, блондированные, они немного пересушены. Именно поэтому этот шампунь мне хорошо подходит. У меня здесь уже осталось примерно вот столько. Как только он у меня закончится, в принципе, если не выйдет никакой более новой, какой-то интересной новинки, то я, скорее всего, повторю его. И, опять же, из этой же линейки пенящийся масло для душа, спа, очищение, снимая стресс и усталость. То же самое, если у вас в зимний период, да, в принципе, не только в зимний период, в летний период пересыхает от гелий для душа кожа, да, и вы вылазите, выходите из ванны, вылазите, блин, вечно я какие-нибудь такие словечки вставлю. В общем, выходите из ванны и кожа такая, вытираетесь, кожа такая начинает сухаться и такая, как сахара, трескаться, шелушения появляются. Обратите внимание на бальзамы, вот эти вот масла для душа. Оно ни в коем случае не жирное, но у него в составе есть масло, которое не дает павам так сильно разрушать ваш липидный поверхностный слой. Мягко очищает, одновременно не пересушивает, плюс очень приятный аромат унисекс, подойдет как для женщин, так и для мужчин. Но вот то, что я обожаю в зимний период и всегда покупаю в зиму специально для бани, в принципе и в летний период очень люблю ходить в баню, но в зимний период как-то это приносит больше удовольствия. Это целебная банька, мыло для бани, шелковое, белое. Мне, во-первых, очень нравится у этого мыла консистенция. Оно, знаете, оно такое плотное, я вам даже сейчас покажу, запачкую руки. И оно такое, знаете, оно тягучее. Ты когда его, видите, ты когда его наносишь на кожу, это мыло не тает моментально, да, вот как гели для душа. Они моментально тают и начинают, да, ну, превращаться просто в пенку. Это мыло, оно остается у тебя в руках таким гелевым образованием. Ты намыливаешь им все тело, все тело образовывается плотной густой пеной, но у тебя остается еще такой кусочек этого продукта в руках. Во-первых, это средство. Оно очень экономичное, у него невероятно приятный аромат. Знаете, это аромат что-то такого свежего, какой-то цветка хлопка или что-то подобное. Очень-очень вкусно пахнет, обожаю использовать это мыло для бани. Оно экономичное в использовании, опять же, не сильно сушит кожу и однозначно могу вам порекомендовать. Кстати, очень многие марки сейчас российские, не только российские, заграничные, создавали шайн, такие средства для тела, масла. Помните, у Микси такие знаменитые были, сияющие, да, и стоили они, я не знаю, просто как крыло самолета, да, там подсолнечное масло, наплюхали этих блесток и платите нам, пожалуйста, деньги. Кто бы говорил, у нас, пожалуйста, у Маркел за 2 копейки очень недорого есть точно такой же лосьон-хайлайтер для тела. Он есть в разных расцветках. Состав, сейчас посмотрю состав, что у нас здесь. Состав здесь совершенно посредственный, здесь парафином-ликвидом и вот блестки это Мика. Мика это минерал, он мелкий такой подсвечивает, очень красиво создает такой глоу-эффект. Знаете, такой типа эффект, если наносить на ножки, даже эффект легких таких жидких колготок. Однозначно обращайте внимание, очень нравится. Классные, ухоженные, знаете, такие а-ля Дженнифер Лопес ножки. Буквально парочка последних продуктов. Первое, это самая любимая моя белорусская умывалка в последнее время, да, это именно вот эта вот зеленая линейка от Белита М. Кстати, Белита М это еще уже третье предприятие, это дочернее предприятие от Белиты, более люксовыми, хорошими составами в своих продуктах. Это линейка с корейским зеленым чаем и японским чаем матча. Это умывалка, она бессульфатная и она на самом деле бессульфатная. Она не сильно пенится, она не создает такую густую плотную пену. Но на утреннее умывание, когда у меня просто нужно, да, убрать за ночь, да, излишне выработанное кожное сало, эта пенка работает идеально. Потому что она не разрушает так сильно ваш pH-баланс, она не пересушивает кожу. Эта вещь подойдет как для сухой чувствительной кожи, так и для жирной проблемной, потому что она не будет, да, заставлять вашу кожу излишне вырабатывать сало и работать, да, на перебой с сальным железом. Очень нравится, очень мягко, однозначно рекомендую. Парочка последних продуктов у меня здесь от Мастиш. Это тоник с коллагеном, вообще здесь написано, что это бустер увлажняющий. Не путайте, девчонки, бустер это классический тоник. У него хороший состав, в составе этого средства у нас. Я только начала его использовать, буквально, наверное, дня 3-4, так я думаю, блин, моя кожа начинает выглядеть лучше. Что я начала использовать? Ага, я начала использовать вот этот вот тоник с коллагеном, бустер от Мастиш и заглянула в состав, сразу поняла, что так пошло моей коже. Смотрите, вода, глицерин, пропилен, гликоль. На четвертом месте у нас сразу же гидролизированный коллаген. Коллаген отвечает за эластичность в коже. Да, в косметике, конечно, коллаген проникает в небольшом содержании. Лучше пить коллаген внутрь, но такое двойное кома никогда не дает, не делает ничего хуже. И на пятом месте у нас неоциномит. Неоциномит это вообще идеальный компонент, который подходит мне просто великолепно. Он, знаете, неоциномит это как антибиотик широкого спектра действия. Он действует как антивозрастной, антиэйдж эффект. Также неоциномит, естественно, работает с сальными железами. Он регулирует их работу. Он идеально подсушивает воспаление. Он не так сильно работает, как кислоты, да, на отшелушивание. Но он также отшелушивает. Это тот компонент, который будет полезен абсолютно всем. Обращайте внимание, здесь небольшой формат, кстати, 110 мл. Очень удобно. И мне нравится эта вещица. И все, последнее средство. У меня здесь линейка люкские самоомоложения. И у меня здесь блюр-крем для лица. Восстановление сияния кожи. Вообще, этот продукт я взяла здесь от Vitex специально, чтобы вы обратили внимание именно на всю эту линейку от Luxe Care. Она реально классная. Все продукты, которые бы я пробовала из этой линейки, они мне все заходили. У меня был лосьон гликолевый отшелушивающий. Там гликолевая кислота на первом, либо на втором месте. Он великолепно отшелушивает, мягко не пересушивает. Подтягивает кожу, выравнивает цвет лица. Также из этой линейки там классное драгоценное масло есть. Если у вас сейчас сушит кожу, просто покупайте это масло, капайте его капельку в ваш увлажняющий крем, и ваш увлажняющий крем будет становиться питательным. Вот этот вот блюр-крем для меня служит идеальной базой, как бы под макияж. Он выравнивает основу лица, и лицо становится такое более гладенькое. Одновременно придает ему сияние. Очень нравится, рекомендую, присмотритесь. Кстати, по поводу крема. У меня нет этого крема, но вот в этой линейке от Belita M зелененькой тоже обращайте внимание на крем. Он хороший по составу и говорят, что очень даже неплох. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Следующая часть уже совсем скоро. Постараюсь снять ее вам, скорее всего, на следующей неделе. Пишите ваши фавориты среди белорусской косметики внизу. Я надеюсь, что я была вам полезна. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok